Итак, всех приветствую! С вами я, Алексей, вы смотрите YouTube-канал Paradigm, и сегодня у нас гайдик по вкладам в свои ВС-ки, в свои великие строения. Это чудесно, но это очень сложный гайд. То есть, во-первых, нужно заливать гаран в свои строения. То есть, вот здесь вот в FoeHelper это легче всего делается. В принципе, FoeTools есть, но в FoeTools, в чем его преимущество этого сайта над FoeHelper плагином? То, что в FoeHelper, ты... Хотя тут, смотрите. Ага, можно типа будущее профигачивать. Ну, в общем, в FoeTools ты можешь посмотреть и рассчитать гаранты для любого уровня строения. В то время как здесь, в FoeHelper, ты можешь рассчитать только вот для того же текущего или для будущего. И вот такие вот дела. Здесь типа коэффициент выставляешь и так далее. Ну, как гарант считается, то есть, вы понимаете, по оставшемуся, то есть, 326 поделить на 2 будет 163. Вот, просто и наглядно. Чувак, который зайдет в FoeHelper, он будет видеть, что у него типа это... Дагаранта 163. Ну, он не обязательно это будет видеть, потому что по умолчанию тут этот плагин FoeHelper не показывает такого. Он максимальный только коэффициент показывает. Ну, и если у него не будет арки 92-го уровня, а 90-го уровня будет, то в таком случае он будет видеть, что ему... Что двух тошек дагаранта не хватает. Вот так вот. Ну, мне вот эти вот до 20-го уровня ВСК под 1.92 качают, вполне себе, меня устраивает. Причем сразу двое. Один чувак качает вообще все ВСК мне под 1.92. Ну, не чувак, а хороший человек, друг. Вот этот вот... Как его? Ой, не то я поставил. Владыка. Вот этот под 1... Ну, тут вот написано. Кстати, не забывайте писать у себя... Не забывайте писать у себя хорошее описание. Вот я написал, что я вторую товарами, но не написал, что я вкладываю в ваши ВСК. Добавляю в друзья враги и домашние питомцы. Так, будьте осторожны в моих ВС, там происходят страшные вещи. И все равно они лезут. Все равно они лезут, причем лезут как хотят. Вот, смотрите. 243. Жесть же. Жесть. Причем никто ее не просил, никто ее не перебивал. Просто, видимо, она не знает, где достать чертежи острова. Серьезно. Ну, ладно. Спасибо. Милостыня, все дела. Значит, как качать свои ВСКи? Есть несколько видов кача. Есть кач... Кач, 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 кач. Кто у нас тут самый большой специалист? Вот. Залповый кач. Залповый кач это вот что-то вот такое. Когда у меня тут маринуется несколько тысяч сошек. И это может продолжаться неделями. Это залповый кач. Типа ты можешь не доливать до гаранта. И надеяться, что какие-то чуваки будут там по единичке, по единичке тебе заливать этот гарант. В итоге кто-то из них потеряет. Кто-то из них меньше прибыли получит, если у них арки мощные. И в итоге этот кач подходит для чего лучше всего. Если у вас есть много ВСК, которые, ну, вам качать не то, чтобы очень круто. Но если кто-то хочет, то есть основано на том, что время идет. И вот люди, как бы, заходят в твои ВСК, проверяют их постоянно. И авось кто-то кинет там пару сошек. То есть в таком случае ты можешь не доливать гарант и надеяться, что кто-то, вкидывая там пару сошек или даже десяток, будет доливать его вместо вас. А потом уже плевать, кто чего достигнет. Кто-то всегда в проигрыше останется. Значит, но это долго. То есть, естественно, нет никаких гарантий, что тебе там именно завтра вкинут там 10 сошек без надежды на получение прибыли. А больше шанс, что, типа, неделю будет стоять, пока кто-то это не сделает. Так-с. И вот у меня тут, походу, залили. Так-с. Да. Плюсик, значит... Вот как это происходит. Теперь вот второе место. Это тоже под 1.92. Космический авианосец. Я хочу его до 10-го прокачать. Также вы должны понимать. Тут переписка. Так-с. В общем, добрые люди. Сильно помогают. Есть еще кач с двойными сборами. Ежедневный кач, так называемый. То есть, вот, например, ракету я так качать буду. А может, еще и пулеметный будет кач. В общем, ждешь сбора. И когда ты в первый раз собираешь, ты потом повышаешь уровень ВС-ки. И у тебя автоматически еще один сбор с этой ВС-ки идет. Так можно удешевить прокачку ракеты и многих других ВС-ок. Ну и, в принципе, получить, например, двойной баф. Вот я ждал где-то день, чтобы дипломатические дары мне дали дополнительный этот баф. Еще один заряд. И вот я потрачу этот заряд, после чего, как бы, повышу космический авианосец и потрачу второй заряд, который получу с него. Что, конечно же, очень-очень прикольно. Мне это нравится. Так, есть еще пулеметный кач. Это значит, что ты качаешь несколько уровней ВС-ки в подряд. Для этого тебе нужно что? Для пулеметного кача. Нужны, чтобы были онлайн несколько арочников. То есть, чтобы вам быстро места занимали ВС-ки. И, естественно, нужен запас сошек для того, чтобы все это повкачивать. То есть, запас сошек и люди онлайн, которые будут быстро заливать. Вы несколько уровней подряд поднимаете. Вы получаете двойные сборы, даже там четверные сборы, за счет того, что много уровней подняли. Ну, то есть, так как не прошло времени с момента предыдущего кача, практически не прошло. То есть, чем быстрее ты там за 5 минут сможешь пару уровней поднять, значит, получается, за 5 минут ты несколько ежедневных сборов получил. Это тоже вариант. Очень, кстати, неплохой. И какие вообще ВС-ки качать первыми? Дело в том, что в ранних эпохах, то есть, вот говорят, Кастель, Ахин, Зевс качать. Сразу же начинать. Ну, насчет Кастеля я не уверен. Может быть, и стоит его начинать качать вначале. Зевса начинать качать, вот как некоторые чуваки там из соседей. Там или Оракул, или Зевсы, вот что-то подобное происходит. Так, давайте посмотрим. Ну, допустим, вот сюда зайдем. Здесь только Оракул. Это какой-то нубик. Вот это донатер. Потому что аватарку так получил уже. Успел же он. Так, где тут? Ну вот, Зевс. Видите, Оракул и Зевс. Но Зевс, у него только один бонус. Он, да, маленький. Но толку с того, что он маленький. В общем, качается он тоже за 20 тысяч. В то время Арка Каркас тоже... Ну, я, естественно, стоимость кача рассчитываю сразу. С арочниками 90-процентными. То есть, на самом деле, не 20 тысяч сошек, а больше. Но если будут у вас арочники в друзьях, то за 20 тысяч сошек можно вкачать до 80-го уровня Зевса. Арк уже за 25 где-то, за 24 тысячи вы вкачаете тоже до 80-го уровня. Но Арка даст вам кучу поинтов каждый день. Товары на экспедицию будет это в гильдию давать. Плюс вас, опять же, в гильдии будут приветствовать и любить. Что еще будет там? Арка... Арка, что она даст? Она даст, собственно, вам медали, которые дадут вам расширение. А расширение можно заставить всякими постройками. В том числе, производящими товары, которые можно использовать для прохождения экспедиции. Вот так вот. В итоге, прокачанная Арка даст вам возможность проходить экспедицию переговорами. С Фоэхелпером это легко. Вам даже думать не надо. Просто ставите то, что Фоэхелпер говорит. И все. То есть, это прикольно. То есть, Зевс Ахенкастель, там, где вы Арку не ставите, то есть, это дополнительные миры и Брюлефермы. Вот там уместен Зевс Ахенкастель, как первый ВС. И то не факт. То есть, разные Брюлефермы могут быть. Но, то есть, он до 10-го уровня в Железном веке, и если прокачаете, то он дает возможность на автобое проходить экспедицию. Вроде бы. Ну, возможно, еще Алькатрас понадобится, но это не точно и вообще не очень нужно. Ну, в общем, в принципе, традиционная фирма экспедиции это Зевс Ахенкастель, храм Реликвий, возможно, Вавионка, чтобы убрать домики. А, возможно, и она не пригодится. Ну, не знаю. Там, маяк стоит, не стоит. Шато, шато не стоит, если вы не собираетесь подниматься по эпохам, там, с Железного века. И что я могу сказать еще? Значит, арку ты прокачаешь, у тебя будут медали на расширение. Вот сколько ты сможешь понаставить всего. Следовательно, это тебе компенсирует, скажем так, заменит Зевс Ахенкастель. То есть, Зевс Ахенкастель и они занимают больше места, чем арка, а арка, она не отнимает у тебя место в городе. Она на самом деле дает тебе место за счет медалей. Опять же, дополнительные попытки в экспедиции за счет нее можно будет покупать. Значит, сошки зарабатывать, чтобы быстрее вкачать тот же Зевс Ахенкастель после того, как ты вкачал основную ВСку. Чертежи добыть для других ВСок того же Зевс Ахена и Кастеля. Вот это вот все тебе дает. Значит, заранее рекомендую, значит, какие ВСки вначале ставить. То есть, ну, арка, башни перемирия, сами по желанию, но желательно. Шато, если будете повышаться по эпохам активно, то особенно оно актуально. Если нет, то, возможно, и не стоит. Вот я не выбирал, что, типа, у меня шато теперь бесполезно. Зато башня оказалась гораздо полезнее, чем шато. Как ни странно. И молотки дает, и, типа, товары высоких эпох. Значит, ракета. Ракету, храм реликвий, конечно, обязательно. Вначале, то есть, авик или химедзи, в зависимости от вашей направленности игры, тоже, в принципе, желательно, как можно раньше поставить. Остров, смотрите сами, он дороговат. Но, знаете что? Есть ВСки, какие ВСки качать, зависит от того, какого они типа. То есть, кстати, вот вавилонку стоит ли? В принципе, можно и вавилонку поставить. И прокачать ее до 10 уровня где-то. Но после арки, естественно. Хотя, я вот прокачал и до. Башни инноваций, конечно, желательнее. Но, если не найдете чертежей, то тогда и вавилонку можно. Все зависит от нюансов, в принципе. Какие ивенты будут там. Сможет, будет ли у вас нехватка населения. Дело в том, что башни инноваций тоже освобождает нам место. То есть, арка нам дает место за счет расширений за метали. Башни инноваций дает нам место за счет того, что мы убираем домики. Это особенно актуально в низких эпохах, где домики мало дают. Ну, хотя в будущих тоже, наверное, актуально. Но качать ее до высоких уровней, опять же, не обязательно. Плюс ее вообще можно отключить от дороги и поставить где-нибудь в уголке. Ну, тогда сошек не будете получать. Но если она у вас третьего уровня какого-то, то она и дает две сошки. А это не так много. Значит, какие ВС-ки? ВС-ки делятся на разные типы. То есть, до каких уровней их вообще качать? Это жгает по прокачке своих ВС-ок. Значит, какой-нибудь Зевс Ахен Кастель, он после 10... То есть, до 10 уровня вполне себе актуально его качать. Да, хорошо. 30% получите в итоге. К атаке и защите одновременно. В атакующей армии. При этом выше 10 уровня. И тут вот можно на Вики посмотреть. Ну, давайте даже откроем. Значит, он качается на плюс 1% к атаке и защите каждые 2 уровня. Естественно, лучше использовать залповый кач, то есть, по 2 уровня его качать. То есть, ты вкачал один уровень, потом быстренько забежали арочники, и в этот же день второй уровень вкачал, чтобы получить бонус к атаке. И не стоит слишком долго мариновать ВС-ки, то есть, держать их сошками. То есть, ты или качаешь ВС-ку быстренько, или же, ну, это именно те, которые тебе важны. Те, которые не важны, и если у тебя есть лишние сошки, можно туда залить, как я сказал, для залпового кача. То есть, залил, и ждешь там недельку, пока кто-нибудь дольет гарант, и все будет у тебя, как бы, хорошо. Значит, общественные постройки, так, ВС-ки, ВС-ки. Есть ВС-ки, которые дают сразу эффект на первом уровне. Это храм-реликвии и остров. То есть, у них изначально, у храма-реликвии, там, 12% выпадения реликвии. Та же арка, например, дает 10% к бонусам от вкладов. Тоже это довольно неплохо. Не говоря уже о том, что, типа, и товары производят сразу же, в больших количествах. Так, значит, смотрим. Гавадская башня, защита, по-моему, там идет сразу где-то под 15%, но это, конечно, слабовато. Значит, собор Святого Марка дает сразу 100% к золоту. Это жестко. Это реально жестко. То есть, собор Святого Марка многие строят, но не особо качают. Лишь бы построить вот он. Значит, что еще такое? Вот храм-реликвии, остров. 15% храм-реликвии, 12,5%, насколько я помню. Маяк. То есть, маяк первого уровня уже дает 50% бонусы. Значит, что еще? Ну, шату нужно до 10 качать, чтобы там ощутимый бонус был. Башню Перемирия, башню инноваций и все это тоже. Какое себе это не... От первого уровня ты мало бонуса от них получишь. Такс, 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 такс. Ну и все. То есть, вот какие ВС-ки первого уровня вам дадут уже хорошие бонусы. И которые, то есть, стоит построить просто вот по приколу. И даже если не собираетесь качать сильно. Храм-реликвий. Всякие эти соборы Святого Марка. И Александрийский маяк. И остров парящий. Может быть, я что-то пропустил. Значит, теперь ВС-ки, которые на 10 уровне уже себя хорошенько раскрывают. Ну, это многие ВС-ки. Вавионка уже будет давать довольно много населения. Там около тысячи. Ну, это такой крайний случай, конечно. Вот эти вот все ЗАГ. Зевзаким кастинг тоже дают хороший бонус. По 30% к атаке и защите. Значит, галатка нет. Как ни странно. Ее вообще надо там типа до 80-го, чтобы и от товаров там, и от всего остального бонуса получать. Значит, Шато. 150% бонус. Уже неплохой на 10 уровне. Хотя, ну, в принципе, и дальше можно его качать, естественно. Космодром не дает такого ощутимого бонуса. Ну, я расскажу все. Башня. Башня от 1 до 10, где-то здесь посередине. Она очень много населения дает. И то есть, да. Это вот 10 уровней первые. Они очень важны в башне перемирия. Многие даже дальше и не качают. Ну, кому хватает населения. Значит, башня перемирия. Да, 10 уровень. Вот у меня до сих пор 10 уровень стоит, а дальше по одной единичке добавляется с каждым уровнем. По одному товару. И так до бесконечности. Или там до 180 уровня. То есть, в принципе, первые 10 уровней в ней самые важные. Многие вот на этом и останавливаются. До 10 уровня вкачал и забил. Значит, арка. Ну, арка, она, все уровни в нее важны. Она на 10 уровне 30 уже процентов дает. Естественно, это очень ощутимо и это круто. Она что на первом уровне хорошая, что на 10 еще лучше. А на 60 еще лучше. А на 80, ну, уже тоже must have. Значит, что еще? Ну, возможно, синяя галактика на 10 уровне уже даст какие-то бонусы. Кстати, шато. Зевс, ахин, кастель по 2 уровня надо качать. Шато по 4 уровня. Почему так? Потому что шато дает 5 процентов бонус. Нам изначально дают с квестов круговых по 5 товара. То есть, для того, чтобы нам на один товар увеличить бонус после 10 уровня, нам нужно 20 процентов набрать. Это 4 уровня шато. Следовательно, шато очень эффективно качать пулеметным качем, так называемым. То есть, по 4 уровня в краткий промежуток времени с двойными сборами. Чтобы, типа, получить эффект сразу, а не ждать там чего-то с моря погоды. Значит, галактика на 10 уровне, сколько она тут дает? 32 процента шанс на 6 сборов. Уже неплохо. Да. И тут, кстати, первый уровень уже 17 процентов дает. Это неплохо. 40, 41, 46, так. А 80 уровень, сколько тут будет? 68. Как-то тут очень сомнительно все. Кстати, дробных процентов заметили нету. Почему-то. Не знаю почему. Неужели у них, типа, шансы не считаются дробными процентами? Ну, в общем, видите, нужно качать ее тут по 4. Ну, то есть, чтобы на процент повышать. Или дополнительный сбор получить. И так далее. Но, в принципе, может быть, я ее и буду строить относительно скоро. Правда, не знаю, что я с ней буду собирать. Ну, в общем, 10 уровня она уже неплохая, я бы сказал. Галактика это... Что еще тут у нас 10 уровня уже проявляется? Терракотовая армия. Ну да. Как и Зак, в принципе. Замок Химедзи и Космический Авианосец тоже на 10 уровне уже дают бонусы ощутимые. Звездочет дает. Там 50 товаров будет давать звездочет на 10 уровне. А дальше будут приросты гораздо меньше. Здесь, значит, 20, 38. Ну, вот, Дева как бы не дает. Ну, то есть, тут процент повышается, но на 3 боя все равно. Вот лучше качать до 4 боев. Да. И тут уже шанс там под 50%. Кстати, она довольно быстро растет. У нее и шанс, и все остальное. Это дальше тут уже как-то мало растет. То есть, ее тут где-то до 20 уровня выгодно качать, наверное. Вот на 60, допустим, сколько? 67 и 5. Вот лучше до 45 докачать, и все. Мирному игроку больше и не нужно. То есть, видите, надо смотреть там. Зачем больше? То есть, шанс уже будет большой срабатывания. 5 боев уже будет. А дальше тут 5, 5, 5 боев. То есть, тут больше 5 все равно не будет. Серьезно. Это недочет. Зачем нам качать дальше 45 уровня? Ну вот. Мирному игроку ДЛУ 45 уровня. Стоит качнуть. Значит, ну вот такие вот ВСКИ. Космический авианосец дает 25%. За Махимези дает 25% выпадения его бонуса при там переговорах или боях. Значит, какие же ВСКИ больше 10 уровня нужно качать, чтобы получить ощутимый бонус, который вот, чтобы они себя окупили. Значит, София. Там 80 уровня нужно качать, чтобы там... Ну, или 60-го. Я думаю, все-таки 60-го. А дальше инерционно. То есть, через залповый кач после 60-го там. То есть, пусть доливают тебе гарант и так далее. Значит, Гавадская башня. Ее бонус защиты, плюс еще и товары. То есть, товары на 80-м уровне у нее практически аналогичны другим ВСКам, производящим товары, которые больше ее места занимают. При этом, то есть, на 80-м уровне у нее 50-ти процентный шанс от 6-ти ограблений. А защитить, естественно, грабители, они будут осторожнее. А если и не будут осторожнее, то вас будут, ну, будет легче защититься от ограблений. Так скажем. Значит, что еще? Ну, Алькатрас, пожалуй, можно отнести к этому. То есть, Алькатрас нужен для чего? Для того, чтобы копить много каких-то юнитов. Очень много юнитов. А он дает именно много юнитов, сотни юнитов на высоких уровнях. Ну, кому это нужно, конечно. Кому-то, может быть, это вообще не нужно. Ракета. 60-й уровень нужно, как минимум. Там, типа, 61-й уровень, самая лучшая окупаемость у космодрома. То есть, до 80-го уровня его допихивать уже по остаточному принципу. То есть, не стоит спешить. Там уже будет окупаемость только снижаться с таким качем. Но вот, как ни странно, какие-то там первые уровни. То есть, прокачал ты космодром до 10-го, до 20-го уровня. Он у тебя, если ты оставишь его на этом уровне, то он у тебя будет долго окупаться. Но потом идут сладкие уровни, в которых гаранта гораздо меньше нужно заливать. Следовательно, траты меньше. А прибыль сошек идет с каждым уровнем все больше и больше. Следовательно, желательно побыстрее до 60-го поднять и дальше забить. И то есть, потом вернуться когда-нибудь через годик, его докачивать. Значит, что еще вот? Такое вот позднее зернохранилище. То есть, вот эта вот рука помощи, естественно, там шанс очень маленький. И она будет актуальна только если ты докачаешь зернохранилище там в уровне до 80-го. Ну и, естественно, ВС-ки бывают для ранних эпох и для поздних эпох. То есть, галактика та же синяя. Это для опытных игроков из поздних эпох. Для того, чтобы, типа, когда у тебя много строений, которые можно собирать с этой галактикой. Значит, что еще? Зернохранилище, как я сказал, то есть у него маленький процент по умолчанию. Но оно вообще, в принципе, сомнительное, если ты не бегаешь по группам. Но, как я сказал, так же оно актуально больше для поздних эпох. Потому что оно дает в основном товары и там всякий трэш. То есть, сошек оно не дает. Нет шанса выпадения. Бриллианты, конечно, могут, но с маленьким шансом. То есть, вам нужны те эпохи высокие, когда вам нужны товары своей эпохи. То есть, зернохранилище дает товары вашей эпохи. Как Шато, например, или другие подобные. Там остров или храм реликвий с экспедиции. Так как обычные ВСК не дают уже товары, а дают полуфабрикаты. Кроме того, так как оно дает молотки, то вы эти молотки можете использовать для производства из полуфабрикатов еще дополнительных своих товаров. Значит, арктическая оранжерея, ну, я вроде говорил. То есть, тут там ее до 60-го какого-то качают. Или, я не знаю, до 80-го. Но она тарака и много других проблем. Значит, Кракен. То же самое. 60-й уровень, потому что сошки производят. То есть, окупаемость у него гораздо лучше где-то на 60-м уровне. Я его тоже когда-нибудь буду строить, но очень не скоро. Все-таки он больше дает сошек даже, чем кастель. И первый удар тоже пригодится. Типа, чтобы сработал одновременно Дева и Кракен. И у нас получится, что больше половины войск противника ты убьешь пермодесом. А это для мирного игрока очень круто. То есть, с одним кастелем ходишь и пермодесом всех долбишь. Значит, вот эти вот космические авианосцы и терракотовой армии, ой, и замки Химедзи, они 10-го уровня уже хорошо. Но 60-го какого-то уровня еще лучше. Там, вы поняли, по количеству переговоров-боев судите. То есть, чтобы заканчивать, качать там, где доступен стал новый переговор. Проценты там более плавно повышаются, поэтому на них меньше внимания. Значит, вот такие вот есть. То есть, есть ВС-ки, которые вот на первом уровне вам уже дают хорошие бонусы. Храм Реликвии там и так далее. Есть ВС-ки, которые нужно до 10-го качнуть. Зак и так далее. А есть ВС-ки вроде Синей Галактики, Зернохранилища и Гавадской башни, которые нужно качать там до 80-го, чтобы почувствовать эффект хороший. Вот так я могу вам сказать. Какие ВС-ки вам качать? В принципе, желательно, конечно, вот арка, потом башня перемирия, шато, по желанию. Башни инноваций, вавионка, маяк, если вы особенно идете по эпохам вверх довольно быстро. И вам нужно много молотков на перестройку. Ну, хотя, опять же, с появлением башни инноваций меньше молотков будет требоваться. Плюс у нас есть много зданий всяких, которые дают дополнительные молотки. Или там повышают процент сбора. Тут что ли тоже уже? Или еще не залили? Еще не залил. Так, и дальше, что идет? Что идет у нас дальше? В принципе, Кастель, как я сказал, или ЗАГ в целом, в принципе, вам его будет легче качать теперь. И сошечные всякие ВС-ки. То есть, ракета. Ну, типа, чем быстрее прокачаете, тем быстрее она окупится. И будет, в общем, все хорошо. Теперь, как ставить гарант? Гаранты лучше ставить поэтапно. То есть, сначала там на первое место вы можете искать арочников. В принципе, вот через эту менюшку тех, которые там пишут, что я помогаю друзьям под 1,9, например. Вот я так и искал. То есть, вот здесь вот просматриваешь каждого. Вот просто заходишь сюда. Кстати, я думаю, именно сейчас стоит рассказать о том, что вы, зайдя к чуваку на участок, можете вот прочитать, что он в профиле написал. Можете, что сделать еще? Посмотреть. Если таверна полностью пустая или полностью заполненная, значит, он бросил игру, возможно. Или же не так часто заходит. Ну, для пролифермеров это, кстати, актуально довольно-таки. Вы можете посмотреть, типа, в какой он эпохе, какие выяски, что там у него есть. И, собственно, описание. Описание профиля, где может быть что-то написано полезное. И тут на ратушу, если щелкнуть, ничего не даст. Кстати, вы можете посмотреть, сколько у него открыто чертежей. То есть, вот видите, открыто, ну, после 10 уровня. Вот видите, 80 из 81. Там, где у него открыто много чертежей, много уровней. Он собрал много чертежей из фрагментов. Там может быть, например, гаранты, халява всякая. То есть, там вкусные уровни, там с 40, с 20, там по 60, где-то в промежутке. То есть, так можно найти себе хорошего друга для вкладов. Такс-такс-такс, что-то лагает. Итак, давайте я вам на практике покажу сейчас. Значит, теперь, чтобы здесь по 90% на третье место, можно добавить что-нибудь такое интересное. 18 сошек еще. Вот видите, здесь отмечено 18-0 на стоп. 8-7. А почему не 88? Ну ладно. Или что это? А, он, наверное, наоборот, больше вложил. Плюс 1. Теперь, в общем-то, можно вот присылать сюда куда-то свои вэски. Ну, собственно, с арочником всяким. Такс. Вот видите. Такс-такс. Им можно еще в гильдию ссылать. Там, если есть ветка, и удалять после того, как ты, типа, это, закрыл вэску, то есть, чтобы в нее не вкладывали. После того, как ты прокачал нужный уровень. А то, знаете, могут, когда попало, куда попало, прийти и вложить. И, например, там, это, схватить какой-нибудь шальной этот, гарант. На вкусных особенно уровнях, там, на высокоприбыльных. Ну, и пусть они докачивают. Что я еще могу сказать про прокачку своих ВС? Естественно, вам лучше качать вначале, там, только арку, только одну ВС-ку с двойными сборами по возможности как можно быстрее. Потом, когда вы основные ВС-ки вкачали до основных уровней, как я сказал, то есть, некоторые нужно качать, там, по два уровня. И, то есть, по сколько уровней я рассказал, до каких уровней я тоже рассказал качать. То есть, вот вы вкачали арку до 80-го, там, эту, кого там, авианосец до 10-го, этот храм-реликвий, там, до первого, до третьего. Ну, не знаю, можно и до 10-го, в принципе, как сами хотите. Просто там неощутимый такой прирост процентов и всего остального. Хотя я буду его качать. То есть, опять же, все зависит от того еще, да, я забыл как рассказать, сколько стоит, стоит прокачка. То есть, арка дешевая, башня перемирия, ну, тоже относительно, то есть, там тоже 25-30 этих тысяч стоит, я не помню, сколько. Кастель, он 30 тысяч стоит, его прокачать. То есть, дороже, чем арка. Он в качке, по крайней мере, до тех уровней больших. Поэтому, дальше 10-го уровня, сами смотрите. Поэтому, его стоит до 10-го качать, в первую очередь, а потом уже по-остаточному. Башня инноваций, тоже дешевая очень, поэтому, ну, она не нужна в больших уровнях. Типа, вот, храм реликвии 25 тысяч стоит, прокачка, с арочниками. И, это неплохо, это довольно дешево. То есть, вот, остров, его прокачка, блин, стоит дофигище. Кстати, вот, сколько тут, это я, все 328, да, это все я, блин. Ну, в общем-то, остров, его не стоит спешить качать, не стоит его там сильно подгонять. Он изначально уже дает там 15 процентов, до 10 уровня он повышается, в принципе, но, довольно все-таки ощутимо, но, уже, не на еще 15 процентов, так скажем. И он стоит, его прокачка там до 80 уровня, по-моему, 50 тысяч. То есть, 50 тысяч сошек. У два раза дороже храма реликвии. Если вы проходите экспедицию, и вам все равно, типа, то есть, вы все равно будете получать эти реликвии, то лучше его, в первую очередь, прокачать, а потом уже остров. А пока что, пусть он постоит, и дает вам пассивные бонусы, без всякого такого, без опенюков, без высоких уровней, и кача. Естественно, об окупаемости речи вообще не идет. Это все очень жестко. Значит, то же самое, всякие авики. То есть, чем выше уровень, уровень ВС, тем жестче все это. О, торговля идет, приятно. Особенно в этой эпохе, в эпохе арктического, она довольно редкая. Ну, у меня, я просто с ней друзей не набирал особо себе. Может, и набирал, но они как-то пока что со мной не особо торгуют. Значит, то есть, авианосец тоже выше 10 уровня, просто до 10 уровня он даже 25% не дает. У него рост идет именно на 10 уровень. Блин, какая-то тут началась. Эта же экспедиция открылась, и они пошли обмениваться. Всего, всего, всего. О, от этих бумажных штук. О, вода. Вода, это хорошо. Кстати, забавно, как будто бы очищенной воды до эпохи будущего не было. Вы серьезно? То есть, а до того вода была грязная, и после того тоже опять стала грязной, да? Но эти товары, вы понимаете, они не имеют значения, их название, их придумывают специально такими дебильными, чтобы, типа, потроллить игроков, что, вот, все бессмысленно, мы можем вам товары вообще какие попало назначить, потому что у них просто есть такая функция быть товарами, и все. Еще то сошки дают, то это. Да, ну сколько ж можно? Ну ладно, просто забьем пока что на это. Да, забьем на это. Значит, космический авианосец, десятый уровень, там. Зак тоже десятый уровень, Шато тоже десятый уровень, ну оно, кстати, как Кастель примерно по стоимости прокачки, может чуть дороже. И такой же низкооткатный, это вообще низкооткатные эпохи, там позднее Средневековье, прогрессивизм, там все такие ВС-ки. И в итоге ну все, это то, что я хотел сказать. И да, еще не оставляйте одну сошку в конце, потому что есть чуваки, которые любят закрывать тебе ВС-ки, сбивая двойные сборы. То есть лучше ровно под гарант лить. Причем даже на четвертые, на пятые места тоже лучше под гарант лить. Ну, если вы, по крайней мере, быстро качаете, так быстрее к вам придут и в группе гильдии быстрее вам выложат и так далее. Это делает привлекательной. То есть есть же люди, которые только гаранты ищут. Вроде меня. И они будут лить только если будет гарант. А иначе одну сушку положат и все. Значит, и что еще? Вот такой вот гайдик. Если я что-то вспомню, я дополню. А пока что, пока не пока, увидим, увидите по размеру видео. Если сейчас оно заканчивается, значит уже все. Да, я решил дополнить. Запасайте чертежи заранее. То есть не качайте ВС-ку, когда, ну, кроме начала, то есть когда вы арку качаете, тогда еще естественно вам чертежи трудно добывать, и тогда качайте насколько есть чертежи. Если не хватает, то придется останавливаться. Типа собирайте комплект чертежей только перед тем, как начинаете собственно качать очередной уровень. то есть лишние комплекты лучше не собирать. Иногда стоит даже отключить от дороги ВС-ку, чтобы типа это вот так вот делаешь и все. ВС-ка типа отключена от дороги, тогда в нее нельзя вкладывать. Никто не может в нее вложить сошки. Видите? Заморозить можно так. это конечно не очень хорошая вещь, но может быть полезной. Особенно если вы качаете какой-нибудь храм реликвий, то он вам нужен только при прохождении экспедиции. И следовательно, то есть у него нету сборов каких-то ежедневных, у него нету активных навыков. Или Зевс тот же самый. Статуя Зевса можно отключить от этих дорог. Но проблема в чем? По-моему бонуса не дает она, когда ее отключили от дорог. Единственная ВСК, которая дает пассивный бонус, когда отключена от дорог, это башня инноваций дает население. Ну и вообще все ВСК, которые дают население, они дают его вне зависимости от того, подключены к дорогам или нет. То есть какой-нибудь Капитолий, который дает молотки помимо населения. Его вообще можно постоянно отключенным держать. Значит, что еще? Так, значит, качать, качать, качать и не перекачать. Собирайте чертежи. Да, собирайте чертежи, особенно какие-то редкие, которые вам могут пригодиться в будущем. Ну вот, чертежи на космодром. Да. У меня их избыток слишком. Пожалуй. Значит, на Гавадскую башню вот я сейчас подсобираю. В принципе, вполне себе. Ну вот, она, кстати, дороговатая, поэтому ее не в первую очередь стоит качать. Вообще ее качать стоит, я вот сейчас зависаю в железном веке, я ее буду качать перед тем, как уходить из железного века вверх по эпохам. вот так. То есть, у меня аж это, меня не могут грабить, то есть, этот бонус от Гавадской башни, защита от ограблений, он будет бесполезен мне. следовательно, зачем мне ее сейчас качать. Потом прокачаю, когда этот бонус понадобится. Счастьем, кстати, меня снабжают вот эти всякие статуи, врата бога солнца и лик древнего. Их, естественно, стоит подальше ставить, но это не про ВС, да. Типа, вместо Софии лучше парочку вот этих статуй, которые дают еще и защиту или там атаку. Вот лики древнего второго уровня, именно нужно улучшить их. Они неплохие, то есть ими можно заставить себе по карте и получить какую-то атаку. А атака всегда нужна, даже больше, чем защита. Видите, защита дает 4%, а атаки 3%. Потому что атака во всех играх приоритетнее. Если ты убьешь врага с одного удара, то тебе не придется защищаться. И вообще невозможно победить врага, только защищаясь. Он никуда не денется, по крайней мере, в играх. Значит, и вот на остров, например. Ну, на остров я, в принципе, вкладываю ради медалей в основном. Ну, и чертежи тоже получаю. Причем еще у меня друзей много с Венеры, поэтому я на них кликаю, тоже получаю чертежи острова. В общем, я его, вот этих чертежей уже мне достаточно полностью. Я никогда его не прокачаю до таких уровней. Значит, собор Святого Марка, то есть, его мало кто качает. Кстати, вот мой фейл, то, что одного не хватает. Одной веревки не хватает. Ну, я могу в любой момент ее добыть, поэтому мне просто лень ради одной веревки создавать предложение, в группу кидать. Значит, вот, собираю чертежи, потому что я его собираюсь качать до 60-го уровня минимума, лучше до 80-го. Потому что золото нужно. Я буду в низких эпохах, а в высоких эпохах разведка секторов стоит очень дорого. Плюс покупка сошек, плюс еще какие-то ништяки. То есть, для низких эпох, если вы собираетесь там зависать. Святой Марк просто обязательно. Иначе золота будет не хватать. Значит, космический авианосец. Тоже собираю чертежи, как видите, менее удачно, чем остров или еще что-то. Ну, я его и не собираюсь так сильно вкачивать пока что. Поэтому еще есть время. Обсерваторию. Она довольно редкие у нее чертежи. Кстати, ну, я стараюсь. Ну, я ее вряд ли вообще буду строить, но, мало ли что. А вдруг башню инноваций, да, очень сложно собираются чертежи. и то есть ценные. Я и можно сказать коллекционер чертежей. Звездочет тоже. Стараюсь вкладывать даже под ноль. Под 1,9 точнее, в смысле. С нулевой прибылью, чисто ради чертежей и медалей. Значит, здесь что? Здесь тоже, то есть, видите, не так много чертежей. Синяя галактика. Вот, я как-то ее и не хотел собирать, а теперь подумал, не то, чтобы слишком скоро, но я ее все-таки строить буду, и, следовательно, нужны чертежи. И лучше начинать собирать их сейчас. Зернохранилище. Вот, действительно, пожалуй, чертежи на него самые редкие. Мало кто качает, редко качает, и, в общем-то, штука очень ценная. Музей Атлантиды это вообще уже такое дело. Попробуй достань хоть один комплект таких чертежей. Специально нужно искать, снайпить, или в друзья набирать из музея Атлантиды, это, наверное, из океанического будущего, друзья, себе брать. Ну, и, в общем-то, вот, что я хотел сказать. Сейчас, наверное, уже точно всем пока-пока.